Врачи и медсестры, фельдшеры и провизоры, сегодня вы герои нашего времени. И мы говорим вам большое спасибо за то, что каждый день, приходя на работу, вы помогаете словом и делом всем своим пациентам, рискуя своим здоровьем ради нашего общего будущего. От ответственности самодисциплины каждого из нас, от профессионализма и стойкости каждого из вас зависит то, как скоро мир опять откроет свои границы. Люди выйдут из своих домов и мы сможем искренне обнять друг друга и пожать руки. Давайте будем вместе делать все возможное для этого. Вместе мы сила. Субтитры предоставил DimaTorzok Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Информация от первого лица. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук инициировал встречу с представителями медиапространства Бреста. Громкие заголовки, важные заявления и личное мнение мэра. Мы подытожили большой разговор. Всебелорусская акция во славу общей победы на земле Брещиной завершается. Ее цель – собрать частички земли с воинских захоронений и место наиболее ожесточенных боев во всех районах страны и передать в Минск в крипто-храма памятника в честь всех святых. Педагоги и администрация школы «Майбэби» готовы к любым внештатным ситуациям. Дистанционное обучение адаптировано. Планы – создать обучающую платформу онлайн. В эфире «Итоги недели». Начинаем. Задать вопрос мэру. Такая возможность есть у Брещан. Приседатель горосполкома Александр Рогачук регулярно встречается с горожанами для обсуждения различных вопросов, предложений и проблем. Достаточно часто городоначальник проводит встречи с журналистами. В основном так происходит, когда у нас, желающих знать все их с первых уст, накапливаются вопросы. На этой неделе состоялась пресс-конференция председателя горосполкома с представителями медиапространства Бреста. Городоначальник поделился последними данными о ситуации в городе по распространению коронавируса и проводимых мерах профилактики. А далее встреча протекала в формате вопрос-ответ. Вообще, тем для обсуждения было так много, что общение продолжалось полтора часа. Коронавирус, аккумуляторный завод, празднование Дня Победы, благоустройство. Громкие заголовки, важные заявления и личное мнение мэра. Мы подытожили большой разговор. Учитывая тревожно неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, ожидаемой оказалась первая заявленная тема – коронавирус. Речь пошла о состоянии материально-технической базы учреждений здравоохранения города. В Бресте в наличии 36 стационарных аппаратов ИВЛ, 33 передвижных, 27 наркозно-дыхательных аппаратов и 24 кислородных концентратора. На базе центральной городской больницы созданы условия для самоизоляции медицинских работников. Выделены специальные помещения для их пребывания, нет проблем. И со средствами индивидуальной защиты как для медиков, так и для горожан 26 фирм города занимаются пошивом масок. То есть в среднем где-то уходит с формации 50-70 тысяч масок в день. В настоящий момент мы имеем, повторюсь, более 300. Сегодня поставим еще большое количество. Я думаю, что эта проблема не закрывается, потому что есть понятие ажиотажный спрос. Никакого самоспокоения тому, что теперь уже больно шили, больше не надо, нет. Стоит задача, поставленная губернатором, переходить на пошив уже специализированной защитной одежды из панбонда и других материалов. Я думаю, что уже прецеденты есть. Думаю, эту работу тоже будет развивать. Кстати, сегодня рассматривается и вариант создания условий для брещан, которые хотят добровольно самоизолироваться. Вполне вероятно, что под эти нужды предоставят гостиницу «Интурист». Рассматриваем варианты, включая и нашу городскую гостиницу «Интурист». Один из этажей можно спокойненько организовать под функцию самоизоляции. Никаких проблем в этом направлении нет, учитывая то, что все гостиницы города практически пустые. Что касается других направлений, которые являются в том числе и элементами профилактики заболевания. Работа так называемых точек общепита. Вы знаете, что четких директивных указаний по закрытию точек общепита нет. Есть рекомендательные моменты, которые предполагают рекомендацию точек общепита сократить свой рабочий день. Прежде всего в ночном варианте. Что в настоящий момент мы имеем по городу? 41 субъект общественного питания, которые имели ночной режим работы. Из них 20 работают, 21 объект скорректировал свое рабочее время в течение дня. Говорят, иногда надо чем-то пожертвовать ради чего-то лучшего. Актуальная фраза в отношении ситуации на рынке труда. Дворники перешли на трехдневку. Сэкономленные деньги направят на нужды медицины. Александр Рогачук подчеркивает, здесь важно правильно расставлять приоритеты. Что касается других направлений. Горосполком отозвал соглашение об отключении отопления. В апреле в домах будет по-прежнему тепло. Делается это, чтобы не спровоцировать простудные заболевания. Сложилось впечатление, что говорили только о коронавирусе. Нет. К примеру, тема озеленения. Не секрет. В прошлом году в Бресте было высажено рекордное количество деревьев. 18 тысяч. Между тем, в городе долго не было дождей. Отсюда и призыв мэра к брещанам. У нас 10 поливомоечных машин, которые поливают деревья. Стоимость полива одной машины, а мы работаем круглосуточно, 950 рублей. Стоимость полива в месяц 70 тысяч рублей. С городского бюджета. Поэтому это не то, что так берется неоткуда. Это все берется с одного общего котелка. И в этом котелке очень важно правильно расставить приоритеты. Конечно, деревья тоже мы будем поливать. Но в данной ситуации я просил бы, чтобы опять еще раз призвали людей к помощи именно в этом направлении, хотя бы у себя во дворе, разобраться с посаженными деревьями. Пасха. Городская власть всегда на связи с представителями конфессии. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов. Александр Рогачук солидарен. День Победы. Планы были грандиозными. Уже заключили соглашение со знаменитыми артистами, но сегодня они аннулированы. Наработки, скорее всего, реализуют либо на День независимости, либо на День города. Не планируется в Бресте проведение массовых шествий, но запретов на посещение объектов воинской славы не будет. Возникает вопрос, как будем проводить 9 мая, с учетом тех традиций, которые были заложены в городе Бресте. Это построение колонн, массовые шествия, митинг и все остальное. Я думаю, что, наверное, мы даже это, наверное, уже и сейчас и не планируем, и не организовываем. Наверное, мы никому запрещать в крепость приходить не будем. Это абсолютно будет не патриотично и не по-человечески. Но организовывать колонны, организовывать какие-то массовые мероприятия, митинги в крепости тоже, наверное, с большой долей вероятности не будем. Возложение цветов, возложение венков – это долг представителей власти, общественности. И каждый житель города Бреста, я уже теперь, наверное, фразу «гость города Бреста» употреблять, наверное, не очень буду. Каждый житель города Бреста может спокойно реализовать свои нравственные и патриотические порывы 9 мая в крепости или на другом объекте воинской славы. Вообще, каждый день мэр Бреста Александр Рогачук начинает одинаково со свежих новостей. Всегда не скрывает, смотрит и читает все. А потому эта встреча не была похожа на типичную пресс-конференцию. Градоначальник призвал журналистов к общению. Нас пригласили не просто послушать. Была затронута тема аккумуляторного завода. На просторах сети нередко звучат важные заявления. Сегодня важное заявление сделал мэр. В данный момент есть распоряжение председателя облсполкома. Давайте рассуждать, да? О приостановке запуска завода. Это распоряжение имеет силу. И компания «АйПауэр» признает, что для того, чтобы завод запустить, необходимо отмена данного распоряжения. Я постоянно на контакте с губернатором в этом направлении, свою позицию не собирается менять. В общем, диалог получился максимально многоплановым и открытым. Живое общение, без грифа, официально, без закрытых тем. Обратная связь нужна. Это неоднократно подчеркивал Александр Рогачук. И она будет. Говорим о главном. День Победы Беларусь отметит буквально через три недели. Уже известно, что в Бресте 9 мая не будет традиционного шествия в Брестскую крепость и многих массовых мероприятий. Но цикл патриотических акций и проектов продолжается. Коронавирус – не повод забывать великие подвиги. Завершается масштабная всебелорусская акция во славу общей победы. Напомним, ее цель – собрать частички земли с воинских захоронений и мест наиболее ожесточенных боев во всех районах страны и передать в Минск, в крипту храма памятника в честь всех святых. В Брестском районе к акции подошли по-особому. Место митинга выбрано не случайно. Подробнее о том, как прошла акция на Брестской земле, расскажем в следующем материале выпуска. О трагических событиях 40-х сегодня напоминают памятники и братские могилы. Вот одна из них. В сентябре 42-го фашисты расстреляли воспитанников домического детского дома. 53. Именно столько детей попрощались с жизнью на этом месте 78 лет назад. Самой маленькой жертве было два года. Это место – своеобразная хатынь для жителей Прибужья. В первую очередь, конечно, это же смысл акции. Это именно передача, можно сказать, этой вахты памяти от еще живых ветеранов к будущему поколению. Сегодня здесь многолюдно проходит завершающий этап Всебелорусской акции «Во славу общей победы», цель которой – собрать частички земли с воинских захоронений и мест боев со всех районов страны. В мероприятии на Брестской земле приняли участие представители власти, ветеранские организации, депутаты, военные, молодежь. Акция «Во славу общей победы», которая была объявлена по сбору земли со всех воинских захоронений в Республике Беларусь, она нашла свое отражение и в Брестском районе. И, естественно, 61 воинское захоронение. Была собрана земля на протяжении с осени 2019-го, вот по сегодняшний день. И акция начиналась тогда, когда еще эпидемиологической ситуации не было сложной. Естественно, все мероприятия, которые проходили на захоронениях, они были массовыми, в которых принимали участие и молодежь, и школьники, и ветеранские организации. Сегодня это финальная акция, это когда земля 61-го воинского захоронения будет пересыпана в капсулу, которая будет передана уже в Минск. Одним из направлений нашей деятельности является гражданско-патриотическое воспитание молодежи. И, как можно сказать, нашей организации в этом году исполняется 18 лет. И на протяжении всего вот этого 18-летия мы всегда поддерживали гражданско-патриотические проекты, мы всегда принимали в них активное участие, всегда были инициаторами данных проектов. В этом году у нас сейчас тоже стартует проект, который посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помню о главном. Радвайческий, Муховецкий, Знаменский, Матыкальский. Землю собирали со всех мест 10 сельсоветов. Ее поместили в общую капсулу, чтобы передать в Минск в крипту храма памятника в честь всех святых 9 мая. Привезенная со всех уголков Белоруссии земля будет находиться в одном месте. Таким образом, Беларусь воссоединит в памяти всех, кто сражался и отдавал жизни в разных точках боевых действий Великой Отечественной войны. Впоследствии, конечно же, останется свидетелем только та земля, где проходили вот эти события Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, что эта акция очень важна, чтобы мы помнили именно те события, не забывали и чстили память погибших воинов в те далекие времена. Уходят из жизни живые проводники Великих Побед, наши герои – ветераны. Но мы будем всегда помнить их подвиг, сохраняя места захоронений, боевой славы, братские могилы. Само время призывает нас отметить 75-летие освобождения Беларуси по-особенному, пусть без размаха и массовости. Это невозможно по медицинским причинам, пусть скромно, но с благодарностью в душе и с особым трепетом в сердце. В сложившейся достаточно непростой ситуации освоить новую форму работы пришлось специалистам разных профессий. В первую очередь – педагогам центров дополнительного образования и развития. Многие родители решили попридержать своих чат дома, чтобы избежать лишних контактов на улице и в классах. В этих условиях эффективно прошла адаптация у представителей школы «Майбэби». Сегодня в режиме онлайн проходят не только занятия по иностранным языкам, развивающие уроки для малышей и даже хореография. Ничего невозможного для учителей нет. На один день на работу с педагогами ныне онлайн школы «Майбэби» вышла наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая. Шум и гам, которые обычно царят в фойе школы «Майбэби», сегодня сменила непривычная тишина. Хотя, если прислушаться, то где-то отдаленно раздаются реплики педагогов. Да, уроки идут по расписанию, но ученики – в виртуальном классе. В режиме онлайн учитель дает задания, комментирует отдельные нюансы, задает вопросы. «Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Помашите ручкой! Помашите ручкой скорее! Меня зовут Маша! Я пришла к вам в гости, потому что моя бабушка рассказала, что здесь учатся такие умные ребята!» Уроки развивашки для дошкольников. Непоседы малыши сосредоточены и уверенно считают количество предметов на картинках, разгадывают загадки на логику. Параллельно в соседнем кабинете трудятся третьеклассники. Уроки английского они не пропускают никогда. В таком режиме учителя уже три недели, и стоит сказать, успешно. Качество знаний только повышается, как повышается и вовлеченность ребят в дело. Наконец-то любимый компьютер, планшет и телефон – не только развлечение, но и источник знаний. А еще возможность больше пообщаться с любимым педагогом. «Я вижу, что для детей новые формы работы всегда приемлемы. Им интересно овладевать новыми способами работы, новые тексты, новые задания. И поэтому я думаю, что результат покажут дети очень хорошие». «Мы проделали колоссальную работу, и была нелегкая задача, которая состояла из нескольких пунктов. Первое – это нужно было подобрать необходимую платформу. Платформа должна была соответствовать именно требованиям нашей школы. Нам нужна была платформа для работы именно с интерактивом. Второе – это нужно было обеспечить всех преподавателям всем необходимым оснащением. Это дорогостоящие гарнитуры, высококачественный интернет и так далее. Дальше надо было адаптировать все учебные материалы для работы онлайн». Даже танцевальная студия школы готова поддержать тех, кто остался дома на время. Опытные хореографы без труда адаптировали курс и к каждому занятию готовят отдельные фрагменты движений танца. Педагоги и администрация школы «Майбэби» готовы к любым внештатным ситуациям. Все потому, что коллектив открыт к новым знаниям и форматам работы. Кстати, дистанционное обучение настолько здесь адаптировалось, что уже сегодня есть мысль о том, чтобы кроме традиционных занятий со временем создать платформу онлайн. «В будущем, конечно же, мы не только будем обучать, когда мы вернемся за партой, обучать очно, но также и заочно, как одна из форм работы, потому что она действительно имеет место, она интересная». Анастасия Нездрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич. Итоги недели. Коронавирус. Сегодня это слово приобрело столь негативное звучание, что порой говорить об этом не хочется. Но нужно, необходимо. И даже не о самом заболевании, а о многих сопутствующих ему составляющих. Мы прекрасно усвоили алгоритм действий в создавшейся обстановке. Соблюдение правил личной гигиены, правил поведения в общественных местах, правил самоизоляции. Но самое главное, мы не забыли о заботе. Заботе, в которой нуждаются не только близкие, но и совсем незнакомые нам люди. Маленькой помощи не бывает. Это в очередной раз доказывают брещане, которые в такой непростой ситуации не могут и не хотят оставаться в стороне. Они подставляют свое плечо пожилым людям и тем, кто нуждаются в их помощи, проявляют заботу. Сегодня прежде всего о медицинских работниках. Примеров много, но итог один. Окруженным вирусом доброты справиться с невидимым врагом для врачей и медсестер становится возможным. Поддерживают хорошими словами, пишут добрые смс-ки, организуют акции. Торговые центры, предприятия, общественные объединения. Все нацелены на одно – помочь и поддержать. В Республике Беларусь стартовала инициатива Белорусского союза женщин – благотворительная акция «Марафон поддержки». Цель этой акции заключается в том, чтобы помочь медикам, которые сейчас трудятся в непростых условиях. В преддверии Пасхи продуктовые наборы и праздничные куличи были отправлены врачам Брестской областной клинической больницы. Такой подарок решили сделать представительницы Брестской областной организации общественного объединения Белорусского союза женщин. Мы продолжаем работать с медучреждениями, с управлением здравоохранения, по поддержке их персонала, чтобы и там им оказать помощь и поддержку, потому как они сегодня практически в круглосуточном режиме. У всех есть семьи, дети, и хочется им тоже позаботиться, чтобы они чувствовали, понимали, что они не одни с этой проблемой, что есть кому им помочь, поддержать, хотя бы вот такими вот, ну казалось на первый взгляд, элементарными вещами, но они много значат. Инфекционное отделение одной из первых в регионе начало принимать больных с коронавирусной инфекцией. Здесь не понаслышке знают о новом вирусе. Работники здравоохранения каждый день совершают маленькие подвиги, а потому любая помощь для них – это поддержка и слова благодарности за их труд. Никто не сбежал с поля боя, все работают, работают с перегрузкой, никто не жалуется, не ждет подарков, не ждет наград, работают. С другой стороны, вы прекрасно знаете, что друг познается бедея, да, и мы очень благодарны, что вы одни из первых оказываете нам помощь, и нам, естественно, помощь никогда не повредит в такой ситуации. Нам очень приятно, что это женщины, как всегда, впереди всех. Представительницы Брестской областной организации общественного объединения Белорусского союза «Женщины» одни из первых откликнулись помочь медикам, которые в нынешних условиях работают на износ. На сайте объединения открыл благотворительный республиканский счет. Средства, зачисленные на этот счет, будут направлены на помощь и поддержку медицинских работников. Принять участие в этом может каждый, ведь липая помощь сейчас значима и необходима. Такого мнения и специалисты Брестского научно-технологического парка, которые тоже помогают медикам. Сейчас они печатают на 3D-принтерах комплектующие для защитных экранов, которые смогут помочь медицинскому персоналу в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это инициатива Минского хакер-спейса, это сообщество энтузиастов, так сказать, инженерной мысли. Они изначально решили, что белорусским медикам не хватает слезозащиты, и их собственными силами они могут это сделать быстро, приоритетно и быстро. Узнала, что там происходит, как это вообще построено, и решила, поговорила с директором нашим, и решила, что раз мы имеем у себя парк для принтеров, тоже можем в эту инициативу включиться. Но на этом брещане не думают останавливаться. Молодежь города присоединилась к республиканскому марафону «Спасибо медикам». Проект, который реализует Белорусский республиканский союз молодежи совместно с республиканским унитарным предприятием «Белпочта», получил огромную популярность. На каждой открытке изображение сердца, а еще и искренние слова благодарности и признательности врачам. В такое тяжелое для всех время любая помощь и поддержка важна, считают активисты. Это очень такая нужная, я считаю, интересная акция, потому что она действительно душевная. Мы подготовили специальные открытки во все медицинские учреждения Брестской области со словами благодарности, с искренними словами благодарности, потому что сейчас идет, понятно, и трудовое выгорание, и, наверное, эмоциональное. И это мероприятие совсем не направлено на то, чтобы, как сейчас модно видеть, молодежи хайпануть и так далее. На самом деле, открыто, еще раз повторяюсь, искренне поблагодарить медиков за работу, и чтобы до них этот теплый посыл дошел, и чтобы они ощутили нашу поддержку. Написать слова благодарности можно, не выходя из дома. В социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм также можно написать слова поддержки, снять видео или фото и опубликовать с хэштегом «Спасибо медикам». Тогда они смогут увидеть и прочитать ваше послание. Любая помощь врачам, которые оказывают люди, говорит о том, что пришла пора всем объединиться и помогать друг другу, задействовав на борьбу с коронавирусом весь потенциал общества. Ирина Кузьмич, Дарья Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». О вирусе доброты наш следующий материал. Когда человек оказывается в чуждых для него условиях ограничения, он начинает больше ценить то, что имел раньше. Не так ли? Походы в кино и театры, в веселой и дружной компании, посиделки до полуночи в шумных кафе города, встречи, переговоры. Человек, созданный природой для жизни в социуме, остался один. Один на один с собой, таким, какой он есть на самом деле. Недостатками, культурными интересами и взглядами на политику и экономику. Нет возможности убежать от себя, но есть шанс больше посмотреть на других. Тех, кого не замечали в повседневной жизни. Мы стали больше вглядываться в людей, наблюдать за их бытом и привычками. Оставшись один на один с собой, мы стали прощать другим то, что раньше казалось чем-то за рамками. И в благородных намерениях теперь видим вирус доброты. Его-то нам порой так не хватало в суматохе будней. Анастасия Ноздренплотницкая в мыслях и раздумьях о дне сегодняшнем. С каждым днем весна все больше вступает в свои законные права. Несмотря на промозглый ветер, природа живет в ожидании тепла и чуда. Живет и человек с надеждой, как никогда искренней и трепетной, что все будет как прежде. Коронавирус перекроил быт белорусов, но добавил в него человечности. Того, что, к сожалению, вышло из моды. Сегодня из разных уголков реже звучит «я». Все чаще люди стали говорить «мы». Мы верим, мы справимся, мы переживем. Я помогаю, я надеюсь, что все остальные делают так же. Я успокаиваю близких и родных, поддерживаю в этой ситуации, потому что некоторые более впечатлительные, так сказать. И я считаю, что это очень важно, и что нужно помогать, помогать всегда, и не только в этой ситуации. Конечно, следим за новостями, как, наверное, во всем мире. Мониторим, смотрим новости, но стараемся на этом не зацикливаться, потому что жизнь продолжается, у нас как такового карантина нет. Мы по-прежнему ходим все на работу. Конечно, мы стараемся себя обезопасить. Используем антисептики, все время моем руки, все время ходим в перчатках. Максимально стараемся не собираться большими толпами. По одному максимум два человека. Все касается этой работы и дома. Это касается и детей, конечно же. То есть тоже их максимально приучаем относиться к этому серьезно. Смотрю тоже, как бы, постоянно какие-то ролики по телевидению. То, что помогают все друг другу, старикам, пожилым людям. Как бы, да, я думаю, что это надо. Да, количество людей, пораженных вирусом, растет, но пропорционально этому процессу оживает и еще один вирус – вирус доброты. Понимая, насколько непростая ситуация развивается в стране, многие крупные предприятия стали перепрофилировать свои производства под то, что нужно медикам и нам, обычным гражданам. Дезинфекторы, маски, одноразовые перчатки оказались товаром ограниченным в условиях коронавируса. Пожилые граждане, те, кто находятся в группе риска, могут рассчитывать на помощь волонтеров и служб. Продукты и лекарства им готовы доставить на дом. Но только в этом процессе главное – не потерять лицо, не утонуть в бездне информации. Паника и страх порой способны нанести куда больше вред. Это что-то новое. Новое всегда вызывает тревогу. Потому что мы не знаем, что с этим будет, как с этим будет. И в условиях, когда мир стал очень тесным, в отличие от того, что было 100 лет назад или 300 лет назад, 300 лет назад мы могли и не знать, что где-нибудь там в Южной Америке бушует чума, и она вся вымерла. А теперь мы все знаем. И кажется, что все, что происходит на всем земном шаре, ну, благодаря журналистам в том числе, интернету происходит чуть ли не у нас дома. Что все это стало рядом, очень близко. Когда это очень близко, это очень страшно. Период самоизоляции стал временем открытий. Кто-то смог приобщиться к искусству, посмотрев в режиме онлайн постановки отечественных театров, кто-то прогуляться по площадкам музеев и открыть для себя историю родного города, кто-то продвигать новое направление в творчестве, используя элементы защиты как реквизит. Сегодня фотосессии с масками становятся все больше популярными. Для меня интересны тем, что, во-первых, я люблю фотографироваться, во-вторых, донести до людей, что вся сейчас ситуация в жизни у нас в мире – это серьезно, и маски как сейчас необходимый аксессуар в жизни на данный момент. И я считаю, что это интересно. Пусть оно уже проходит быстрее, и будем дышать, так сказать, полной грудью. Люди не знают, что делать, как поступать в этой ситуации. Каждый ищет каких-то решений своих. И общение через сеть сейчас, может быть, даже какая-то помощь в плане снятия напряжения внутреннего, в плане, чтобы не чувствовать себя одинокими. Мне кажется, что вот этот всплеск селфи, фотографий через телефон, он сейчас, естественно, на пике, потому что люди стали больше взаимодействовать между собой в сети. Да, ажиотажа у фотографов нет, и это понятно. Таким образом, люди просто хотят снять нависшее напряжение и обновить ленту в социальных сетях в сложивших сериалях. Эти милые и забавные фотосессии не столько хайп, сколько возможность выдохнуть и оставить позади все, что накопилось за несколько недель. Это послание солидарности тем, кто борется с недугом, и обращение к остальным, что нужно помнить, чтобы беда обошла стороной. Эта пандемия, эта ситуация проявила лучшие качества в людях. Это и самопожертвование медицинских работников, которые живут в этих больницах, никуда не выходят. Это поддержка от людей, у которых есть деньги, которые жертвуют, устраивают благотворительные аукционы, делятся тем, чем могут. Это и люди, которые волонтерят, которые бесплатно доставляют продукты, что-то занимаются. Это пожилым помогают, помогают пережить тем, кто не может сам справиться. И это на самом деле сделало мир теплее и ближе. Быть или жить – ответ для себя каждый определяет сам. Главное, чтобы он коррелировался с тем, что действительно хочет человек, а еще с тем, важно ли это на самом деле. Ведь ничто не заменит искренние улыбки, слова и доброты по отношению к другим, к тем, кто далеко и одновременно рядом. Сегодня православные всего мира еще на день приблизились к одному из главных праздников в календаре каждого верующего – к Святой Пасхе. Нарядное убранство храма, множество зажженных восковых свечей, светлое облачение священников, запах ладана, радостные перезвоны колоколов, праздничные песнопения. Все это притворится в жизнь уже в ночь с 18 на 19 апреля. Главное в ожидании праздника – подготовить душу, дать мыслям особый настрой, чтобы соборно всем миром встретить светлое воскресение добрыми делами. Воскресение Христова – это основа и венец нашей веры. Это первая и самая великая истина. Велик день – центральное событие в духовной жизни христианина, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и радостью. Ее ждут, к ней готовятся. Пасха – это время покоя и ожидания пасхальных торжеств. Со словами поздравлений и напутствий к вам, уважаемые телезрители, в это непростое для общества время обращается архиепископ Бреский и Кобринский Иоанн. Христос воскресе! Дорогие отцы, братья и сестры! Наступил этот великий, замечательный день, когда мы с вами празднуем светлое Христово воскресение. Прошли дни поста, дни особой и сугубой молитвы, дни покаяния, дни очищения. И сегодня Христос воскрес! Верю, что воскрес в сердце каждого из нас, ибо к этому стремится Господь, ибо этого желает Он, ибо Он пришел на землю, Он учил людей, страдал, умер и воскрес за каждого из нас. Он проявил к нам с вами любовь. И эта любовь должна наполнять наши сердца. Мы сегодня и всегда на протяжении всей нашей жизни должны обращать эту любовь к людям. Друг ко другу мы должны обращать эту любовь к окружающей нас природе. Ибо человек призван на земле совершенствовать себя и совершенствовать окружающий его мир. Поэтому сегодня радуемся тому, что Христос воскрес, радуемся тому, что Христос победил зло, победил смерть, победил ад, и имеем его благословение побеждать в себе зло, побеждать в себе все то недоброе, что мешает нам быть ближе к Богу, ближе друг к другу, быть действительно венцом творения, быть людьми, потому что мы призваны идти за Господом, нести терпеливо и смиренно-мудро наш жизненный крест и побеждать в себе все то недоброе, что есть в нас. И тогда действительно мы будем чувствовать вот это воскресение Христа в сердце нашем каждый день. Но сегодня великий праздник. Мы празднуем этот праздник не только потому, что он пришел, а потому что действительно мы приготовились к нему днями поста, приготовились к нему днями очищения и молитвы. И я желаю, чтобы воскресение Христово сопровождало нас всегда, чтобы этот праздник стал образом нашего поведения, нашей жизни, нашего отношения к нашим обязанностям, к людям, которые нас окружают, к нашему Отечеству, чтобы мы действительно несли терпеливо наш крест и помогали бы людям внесение их обязанностей, чтобы мы действительно были примером и светом для каждого человека. Итак, праздник Воскресения Христова. Я поздравляю всех вас с этим великим праздником. Я желаю всем нам доброты, чистоты. Я желаю мира в сердцах наших. Я желаю мира в нашем Отечестве, во всем мире. Я желаю, чтобы воскресший Господь просветил сердце и душу каждого из нас. Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! Редакция телекомпании Буктовая поздравляет брещанца светлым праздником Пасхи. Пусть ваши дома наполняются теплом и уютом, жизнью, любовью и счастьем, а близкие всегда будут здоровы. Пускай ваша жизнь будет именно такой, какой вы хотите ее видеть, а разочарования станут лишь ступенью к прекрасному будущему. Прислушайтесь сердцем к звону колоколов в этот день, впустите их в душу, чтобы они откликнулись эхом и принесли счастье и благодать. Желаем, чтобы светлый пасхальный праздник принес только хорошее, доброе, нежное. Будьте верны друзьям, родителям, дому, сердцу, слову и любви. С праздником! Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты Буктовая. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. Я, Виктория Нечаева, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok и мечтал когда-нибудь им стать. Глядя на сегодняшнюю ситуацию в стране и в мире, невольно начинаешь вспоминать эти детские мечты и понимаешь, что герои не так далеко, как это казалось. Они среди нас. Врачи, весь медицинский персонал, каждый, кто сознательно выбрал эту профессию. Вы и есть наши герои. Вы – наш билет в здоровую жизнь. Спасибо вам. Настоящая, искренняя и наполненная гордостью за ваш труд. Спасибо. Вы остаетесь на работе для нас, а мы постараемся, насколько это возможно, обезопасить себя для вас. Будем вместе. Вместе мы – сила. Субтитры создавал DimaTorzok